Принято считать, что зима не пора для грибного сезона. И действительно, мало кого можно встретить в лесу в такой холодный период. Но именно с наступлением холодов появляется возможность отправиться на охоту за зимними грибами. Зимний опенок, а именно фламмулина бархатиста ножковая, указывает своим названием на характерную особенность своего внешнего вида. Что же касается съедобности, то этот гриб относит к четвертой категории. А это означает, что гриб нуждается в обязательной термической обработке. Данные экземпляры были обнаружены мной в черте города. И сегодня мы их рассмотрим. Эти экземпляры уже на стадии завершения своего роста. Мы можем наблюдать, что шляпка здесь округловыпуклая. И с возрастом она приобрела немного плоскую форму. Диаметр от 2 до 8 см, но иногда может достигать даже 12 см. Цвет шляпки варьируется от желтого или медового до оранжево-коричневого цвета. В большинстве случаев края шляпки имеют более светлый оттенок, чем центральная зона. В основном она слизкая, гладкая, но в моем случае она высохла и приобрела матовую поверхность. Ножка у этого гриба цилиндрическая, трубчатая, плотная, бархатистая, высотой от 3 до 8 см, толщиной достигает 1 см. Верхняя часть имеет более светлый оттенок, чем нижняя. Мякоть гриба белая или светло-желтая, со слабо выраженным приятным запахом и вкусом. Пластинки, как мы видим, редкие, немного приросшие к ножке, иногда укороченные. Цвет пластин у молодых особей колеблется от кремового до желтовато-белого и с возрастом они темнеют. Отличить от других грибов, растущих в этот период, фламмулину можно по одному важному и главному признаку. У фламмулины нет кольца на ножке. Зимний гриб не прекращает плодоносить практически всю зиму. Замерзая, он прекрасно сохраняет все свои вкусовые качества, а вот тепель активизирует обратно свой рост. В зависимости от региона, плодоношение начинается с ноября и заканчивается февралем. Гриб широко используется в производстве косметических средств и лекарственных препаратов. Для того, чтобы лучше изучить данный вид, я отправляюсь вместе с вами в лабораторию. При 20-ти кратном увеличении мы можем рассмотреть пластины и споровый порошок. Споры выглядят зеленоватыми, с окружностью в центре. Они возникают в результате бесполого размножения, обладая одноклеточным строением. Покрыты они плотной пигментированной оболочкой. Симний опенок уникален по своим полезным свойствам. В этих грибах количество белка и аминокислот больше, чем во многих ягодах, овощах и фруктах. В состав фламмулины входят такие элементы, как цинк, фосфор, калий, марганец, йод и многие другие. Так что не бойтесь собирать данный гриб. Надеюсь, моя информация была полезной для вас. Не забудьте поставить лайк под видео и подписаться на мой канал. И тогда вы всегда будете в курсе всех лесных новостей в любое время года. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok